Пока одной из самых затратных отраслей в наше время остается жилищно-коммунальное хозяйство. Но если подходить рационально и со знанием дела, можно и здесь навести порядок и уйти от убытков. С тех пор, как полномочия в сфере ЖКХ передали на районный уровень, власти усиленно занимаются модернизацией котельных, заменой оборудования и коммунальных сетей. Один из свежих примеров – перевод объектов в социальной сферы в селе Верх-Кайон, централизованного отопления на индивидуальное. С подробностями мои коллеги. Старая котельная была рассчитана на большое количество потребителей, но с приходом газа в село люди отказались от ее услуг. Котельная стала убыточной. Каждый год работала в минус на 3,5 миллиона рублей. А еще и требовался ремонт на 5 миллионов. Администрация района решила покинуть смелый шаг и перевести все социальные объекты на индивидуальное теплоснабжение. Мы прорешали вопрос, подготовили проекты все, прошли согласование в министерстве ЖКХ. Весь проект стоил 5 миллионов 200 тысяч рублей. Вот перейти на индивидуальную систему отопления. Нас поддержали и сделали, и запустили. У школы появилась своя мини-котельная. Здесь три котла, одинаково в помощности. Два работают постоянно, один в резерве. Опускают пилота в основное положение. Поворачивают рабочие. Хотел запускать. Александр Драчев больше 10 лет обслуживал старую котельную. Теперь отвечает сразу за три маленьких. Школьную, Дома культуры и гаража, где размещаются пожарный пост и дорожная служба. Работы не прибавилось. Здесь вроде и упрощенно, но вникаю еще в эту систему. Ну как бы нравится, чистенько, уютно, все хорошо. В школе теперь очень удобно регулировать температуру. На улице подморозило, тепла нужно добавить. При этом больше не будет потерь при транспортировке теплоносителя. А значит, не нужно переплачивать за обогрев улицы. Горячий? Да, очень горят. Привыкают к новому оборудованию и в Доме культуры. Здесь занимаются и взрослые дети. Но уже первые морозы показали. Мерзнуть никто не будет. В зале тепло. Как оборудование? Ну пока. Так, 70 стоит тоже. Конечно, поначалу были опасения. Ведь переводили на индивидуальный автономный источник уже осенью. Однако все получилось. Да еще с опережением графика на месяц. Когда человек сам хозяин своему помещению, то это уже большой плюс, конечно. Очень большой плюс. В мае наступили, в апреле наступили. Школа Настеж, мы Настеж. Деньги улетали. А сейчас мы будем сами себе регулировать. Сегодня по расходу газа, который идет, по тем основным показателям затрат, процентов 20-30 должно быть экономические эффекты. По завершению отопительного сезона Верхрайон не просчитает всю экономику. Если она покажет свою эффективность, мини-котельные начнут устанавливать и в других муниципальных образованиях района.